Первый день августа продолжается на телеканале СТВ. В студии хорошего настроения Саша Каштанова и Антон Мартыненко. И мы вновь желаем вам доброго утра. Два месяца лета уже позади. К сожалению, они нас так и не порадовали теплым солнышком. Каковы ближайшие летние перспективы и насколько аномально или наоборот вполне нормально погода этого года мы узнаем у нашего гостя. В студии хорошего настроения начальник отдела службы метеорологических прогнозов Государственного учреждения Субвлеканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Татьяна Четырко. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Вдвойне приятно делиться новостями за чашкой ароматного чая и сладкими подарками. Сладкие подарки предоставлены партнером программы кондитерской фабрикой «Витьба». Бисквитные сладости от «Витьбы» — это неисчерпаемый источник хорошего настроения. «Витьба» наполняем жизнь вкусом. Татьяна, очень рада вас видеть. Роскошно выглядите. Расскажите нам, пожалуйста. Мы, представляя вас, сказали, что лето как-то не сильно нас радует. Радует ли лето нынешние работников гидрометцентра? Или для вас оно абсолютно нормальное? Работников гидрометцентра радует нынешнее лето только в том плане, что не жарко работать. Ну а вообще, то, что говорят люди, а то, что холодает. Это правда или нет? Ну, конечно, спорить с тем, что холодно на улице, точнее, температура непривычна. Холодная, скажем так. Спорить с этим бесполезно, потому что купально-массовый сезон так и не начался еще в Республике Беларусь. Хотя уже на календаре август месяц. Поэтому, в принципе, можно согласиться с тем, что это лето, конечно, выдалось холоднее обычного. А что нам ждать от этого месяца летнего, от августа? Будет ли тепло? Да, все-таки купальник можно будет надеть? Конечно, шанс есть. Ведь август у нас все-таки летний месяц. Но, конечно, стоит отметить, что сейчас уже лето, как бы говорят, идет на оболь, солнце все ниже над горизонтом, день становится короче. Давайте будем оптимистами. Все-таки август еще летний месяц. И тепло, конечно, будет. Тем более, есть еще в истории годы, когда... Было еще холоднее? Нет, когда абсолютные максимумы отмечались именно в августе. Поэтому терять надежду не стоит. Не, ну, просто, конечно, может, один день будет плюс 50. И от этого лета, в общем, будет довольно теплым. Но нам интересно, нам теперь всегда к такому лету надо быть готовыми? Всегда теперь будет в июне, в июле холодно? Или, может быть, в сентябре сразу же будет 27 градусов? В принципе, нас же разбаловали только 2000-е годы. Вот, на тепло. Да, на тепло. Нас разбаловали 2000-е годы, а до этого, в принципе, лето не отличалось особым теплом. И если заглянуть немножечко в историю, то и взять с 1975 по 1993 год, то там редкое лето вообще было теплее обычного. Буквально одно-два. А если взять 1993, если я уже его затрону, там вообще интересная ситуация была, когда июнь был на 1-2 градуса ниже, июль на 1-2 градуса ниже, август в пределах нормы, сентябрь ниже нормы, октябрь на 3-4 ниже нормы. А в ноябре случился обвал холода и на 6-8 градусов ниже климатической нормы. Ну, а как это можно объяснить? Климат меняется? Я вот со школьного курса по географии помню, что у нас, по-моему, умеренный климат. Вот мы живем, да? Умеренно-континентальный. В Беларуси. Он до сих пор еще пока умеренно-континентальный? Конечно. И это лето доказывает как никакое другое, что мы все-таки живем в умеренном типе климата. И для нас больше не свойственны температуры плюс 35, то есть для нашего климата это аномалии. А вот такие температуры плюс 21, 23, 25 – это то, что характерно для нашего климата. То есть с природой ничего не происходит, потому что зимой снега нет, все его ожидают, но только дожди. Ну, эта зима с вами могла бы поспорить, потому что она была достаточно снежная. А у меня, видите, ощущение, что дождь и дождь. Нет, эта зима, кстати, всем запомнилась как снежная, и снег причем отмечался в трех месяцах. Все три месяца лежал снег практически, растаял только к середине февраля. Но просто произошло очень резко, он растаял и сразу потеплело. И весна в климатологии, когда средняя суточная температура воздуха переходит через плюс 10 градусов, началась в этом году на месяц раньше обычного, в феврале месяце, в конце февраля. То есть оказывается, мы просто не заметили, оказывается, потеплело. Мы просто вот не сразу подстроились. Просто случаются, да, такие температурные контрасты. То есть, если у нас, к примеру, взять прошедший июль, то, конечно, все запомнили очень холодное начало июля. И такого холодного начала июля уже не было порядка 20 лет. Я понял по вашему рассказу, самое главное, что вот лето 17-го года, это, в принципе, образцовое лето для нашей страны. А то, что было до этого и когда было жарко, это нас зачем-то погода разбаловала. Абсолютно точно. То есть гидромедцентр не советует белорусам покупать кабриолеты. У нас здесь вот еще не скоро будет подходящий климат для таких автомобилей, наверное. Ну, если только с учетом того, что где-то появится неделя... Неделька, недельку, все понятно. Не можно было. А если говорить о природных аномалиях? Вот, допустим, недавно в Петербурге выпал снег, в Болгарии жара. Что это? С чем это связано? Это какие-то... В Минске, кстати, пару недель назад, вот был этот сильный дождь, и я читал, что самые большие осадки за всю историю метеонаблюдения из столицы. В Минске, да. В Минске, да, действительно. В Минске тогда выпал рекордный дождь, 77 миллиметров осадков или 87% мечной новости. Что говорят старожилы гидромедцентра? Что мы вот такого не припомним, начинается какой-то апокалипсис? Или опять же это примерно все нормально? Последний раз такой сильный дождь в Минске отмечался в 1973 году. Тогда выпало немножечко меньше, 74 миллиметра, но по интенсивности, в принципе, совпадают. Но в этом же 73 году, 6 августа, выпало еще больше осадков по территории Беларуси. В Бобруйске в этот год отмечено 146 миллиметров осадков. Нам еще повезло, с нашими 77, вы сказали, да, был этот рекорд. Татьяна, скажите, чего нам ждать сегодня от погоды? Какой будет день? Начало августа порадует жителей Беларуси очень жаркой погодой. Первые дни будут очень жаркие, температура воздуха максимальная будет достигать плюс 27, 30 градусов. А в южных районах воздух прогреется до плюс 34. Нам бы еще море к этой погоде, конечно. Спасибо огромное, друзья. Я напоминаю, что в студии «Хорошего настроения» сегодня была Татьяна Четырко, начальник отдела службы метеорологических прогнозов государственного учреждения Савликанский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. Ну и перед тем, как попрощаться, хотим угостить вас бисквитными сладостями от партнера нашей программы, кондитерской фабрики «Витьба». Это вам. Спасибо огромное. Спасибо. А теперь мы с удовольствием передаем слово нашим коллегам. Впереди новости 24 часа. Продолжение следует...